На 2024-2026 годы в Акмолинской области принята программа «Безопасный труд по обеспечению безвредной рабочей среды». Защита прав сотрудников перед работодателями и охрана труда стоят в приоритете. Часто причиной травм на рабочем месте является несвоевременное обновление устаревшего оборудования или производственных практик. Поэтому на площадке региональной палаты предпринимателей «Атамикен» безопасность труда является частым предметом обсуждения. С 2021 по 2023 год в регионе зарегистрировано 137 несчастных случаев. В них пострадало 142 человека, 37 фактов оказались смертельными. Это подчеркивает важность модернизации рабочих процессов и обеспечения безопасности. Данное мероприятие направлено на снижение уровней производственного травматизма, снижение профессиональных заболеваний, снижение уровней профессиональных заболеваний, а также снижение несчастных случаев со смертельным исходом на производстве и улучшение качества уровня рабочих условий. Тема очень актуальна для наших предприятий. Ежегодно по всему миру, к сожалению, от производственного травматизма у нас страдает более 340 миллионов человек. Поэтому сегодня было принято решение совместно с профсоюзным центром по охране труда, управлением трудовой инспекцией непосредственно и нашими субъектами предпринимательской деятельности провести такую разъяснительную работу. В комиссию трёхстороннего социального партнёрства входят Акимат области, профсоюзы и Ассоциация предпринимателей. Организации сотрудничают более трёх лет, рассматривая вопросы заработных и социальных выплат заключения трудовых договоров. Одно из важных направлений – это безопасность труда. С предпринимателями проводятся разъяснительные меры. Уже второй год мы на площадке Палаты предпринимателей Атамикен проводим семинар по безопасности труда и изменения в трудовом законодательстве. Очень важно, что сейчас у нас доля коллективных договоров составляет 10% от всех зарегистрированных предпринимателей. В планах есть 25-й год – 20%, это 26-й год – 20-30%. В то же время нам необходимо снизить долю несчастных случаев с санитарным исходом. Если сейчас наша доля составляет на 24-й год – 0,07%, то нужно, чтобы дальше было 0,065% и меньше 0,06% перейти к 26-му году. Присутствующие обменялись мнениями на тему обеспечения безопасных условий труда. Одна из предложенных мер – аттестация рабочих мест на травмоопасность. По её результатам повысится конкуренция, и соискатели при устройстве на работу смогут выбирать наилучшие условия. Также рассмотрели возможность введения в производстве такой единицы, как технический инспектор, для непосредственного функционирования между руководителем и коллективом.